Вы создали сайт на локальном хостинге? Пришло время перенести сайт в интернет. Если вы сомневаетесь или у вас не получается это сделать, напишите мне. Я перенесу ваш сайт на хостинг абсолютно бесплатно. Связаться со мной можно через социальную сеть ВКонтакте. Ссылка в описании к этому видео. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я рад вас приветствовать в проекте Джумла Сенсей. Это урок номер 115. Мы продолжаем с вами изучать компонент Community Builder. В этом уроке я хочу вам показать, как вывести отдельные пункты меню для удобного и быстрого подхода к профилю, для удобного и быстрого доступа к редактированию профиля через пункты меню. И в прошлом уроке я вам рассказывал про профиль, и я забыл рассказать про статьи, про блоги. Что это такое? Вот здесь у нас профиль, есть вкладка статьи, есть вкладка блоги. Сначала про статьи. Смотрите, если у вас не будет много людей, которые ведут статьи, то есть имеют определенные права на вашем сайте и публикуют статьи на сайте, если таких людей нет, то вам эта вкладка не нужна. То есть где это происходит? Если мы в админку посмотрим, то это материалы, менеджер материалов, создать материал. То есть не обязательно это через админку, можно вывести это на фронтальную часть сайта, чтобы прям с сайта отправляли новости. То есть, соответственно, если я здесь создам новость, сейчас как администратор, вот видно здесь ничего нет, я нажму создать, назову пока просто демо и сохранить и закрыть. То есть одна статья, вот вы сейчас видите, она опубликована. Обновляю свой профиль. Здесь статья и появляется в скруглежочке единичка, кликаем, статья показана здесь. То есть это будет также отображаться в профиле. Показана категория, какой относится, когда создана. Если кликнем по заголовку статьи, то мы попадаем прямо в статью из профиля. И как это отключать, если нам не нужно это на сайте, я сейчас покажу. Дальше блоги. Блоги создаются, то есть, грубо говоря, это тоже ведение статей, но только непосредственно прямо с профиля сайта, да? То есть прямо отсюда. Есть большая кнопка создать блог. Давайте нажмем, посмотрим. Здесь человек может выбрать опубликован. Да, нет, категория. Сейчас покажу, где меняется здесь на английском категории. Можно сделать сколько угодно и поменять их на свои. Доступ опубликован, заголовок, вступительный текст, полный текст. Вот это трогать не надо. И создать блог. Давайте попробуем. Тоже создам демо. Здесь демо. Здесь есть редактор. Человек сможет здесь как-то украшивать, дополнять свое ведение блогом. Ну и, в принципе, создать блог. Вот так это работает. То есть здесь также показана единичка. Например, пользователь сайта сможет потом попасть, например, к любому человеку на сайте в профиль и видеть его блоги. То есть что он пишет. То есть показан заголовок, категория, так же, как и со статьями. Кликаем на демо. И здесь человек будет видеть, вот у нас только демо здесь в блоге написано. И это также можно отключить, если вам это не нужно. Давайте посмотрим в админке. Перехожу в Community Builder. Это менеджер плагинов. Если не нужны статьи, отключается это вот это. Вот здесь вот можно посмотреть. Опубликован столбик. Снимаем галочку. Смотрим на сайте. Статьи вкладка исчезает. Также отключаются блоги. Блоги находятся вот здесь. SV Blocks и кнопка блоги. Если мы кликаем на блоги, здесь вы сможете, как администратор, смотреть все созданные блоги. Давайте посмотрим настройки блога. Также по заголовку кликаем SV Blocks. Параметры. Здесь шаблон. То есть позже, возможно, рассмотрим. Здесь есть возможность внедрять. шаблоны именно на Community Builder. То есть полностью будет изменен весь вид. То есть вот этот вот вид, который сейчас стандартный, для Community Builder есть шаблоны. Но, скорее всего, они коммерческие. И если мы этот шаблон сюда подгрузим, здесь его можно выбрать. Об этом, возможно, позже будет урок. Мы переходим на вкладку блоги. И здесь, смотрите, мы можем выбрать, откуда будет вестись блог. То есть вот если внутренний, этот блок ведется в самом Community Builder, как сейчас это видели вы. Но можно это сделать в Joomla или K2. K2 это компонент, то есть замена контента Joomla. Если выбираем Joomla, здесь все меняется, и мы можем выбрать категорию. То есть он категория, нет категории. То есть сейчас показана стандартная категория Joomla. То есть мы можем пойти в материалы, менеджер категории, создать категории. И если здесь выбрана Joomla, то здесь категории для нее будут отображаться, которые вы создадите вот здесь. То есть блоги будут вестись именно в ядро Joomla. Тут уже как бы на ваше усмотрение. Если вам так удобнее, то делайте категорию Joomla. Если оставляем внутренние, то категории меняются, которые вы видели на английском языке, они вот здесь. И они перечисляются через запятую. То есть здесь просто переименовывается на русский. Например, вот так вот. Сохранимся. Сейчас убедимся, что у нас все работает. Обновляю страницу. Создаю блок. И вот вы видите по-русски первая категория демо. То есть вот так вот это все меняется. Режим. Здесь показано только вступление, только полностью. То есть изначально мы видим как бы превью, как в статьях, в посте. Если нажать подробнее, видим полный пост. Полную статью. Также здесь можно выбрать только полностью. То есть вся статья будет отображаться. А если так выберем, то только вступление. То есть краткая часть статьи. Создать доступ также можно выбрать, кому будет видно. Только для зарегистрированных. Здесь уже на ваше усмотрение. Например, профиль могут видеть все пользователи, даже не зарегистрированные. А блоги могут видеть только зарегистрированные. Вот здесь в чем смысл. Ограничения. Ну здесь из подсказки написано понятно. Можно выставить число. Ограничивающее число вот этих создаваемых блогов. То есть этих вот постов. Также одобрение блога. То есть как бы проходит модерацию. Если ставим, то вот здесь появляется уведомлять. То есть модераторов. Мы еще с вами не прошли вкладку модерации. Ну вы как администратор уже можете быть модератором. Если есть дополнительные люди, их также можно назначить будет модераторами. Капча. Можно поставить защитный код, чтобы не спамили. Также есть вкладка параметры по умолчанию. Ну здесь в принципе все понятно. Теперь давайте поговорим как вывести меню. Это делать очень просто. Мы переходим меню. Менеджер меню. Вы могли обратить внимание, что у нас здесь автоматически создалось меню полностью для комьюнити билдер. Это также можно вывести моментально на сайт. Но я вам покажу как сейчас вывести отдельные пункты, которые нам сейчас нужны. То есть мы можем вывести в общую ветку. Майн меню. То есть вот у нас мое меню. Home главное. И прямо здесь это будет. Но мы выведем сейчас в отдельное меню. То есть сейчас у вас может быть другой шаблон, другие позиции. И это может быть например красивая позиция для меню внизу или где-то слева или сбоку. Сейчас покажу как отдельно вывести дополнительные пункты меню только для зарегистрированных пользователей. То есть удобный доступ к профилю и удобный доступ к редактированию профилей. Там много чего еще можно сделать. Значит менеджер меню мы здесь нажимаем создать. Называем как угодно. Я пишу меню пользователя. Заголовок. То же самое тип меню. То есть обязательное поле надо заполнить. Описание не обязательно. Нажимаем сохранить, закрыть. Меню пользователя. Кликаем. Заходим внутрь. И уже здесь создаем пункт меню. Называем например так же меню пользователя. Кликаем выбрать. Выбираем системные ссылки. И выбираем псевдоним пункта меню. Страница обновилась. И пункт меню теперь выбираем. Вот у нас комьюнити билдер. Сначала давайте sv профиль. То есть это просто ссылка на профиль будет. Здесь мы нажимаем сохранить. Появляется кнопка сохранить копию. Кликаем на эту кнопку. Смотрите удаляем альяс. Это просто я сейчас вам показываю быстрое создание пунктов меню. Здесь меню пользователя удаляем. И пишем например редактор профиля. Или редактировать профиль. Не забываем опубликовать. Здесь мы меняем sv профиль edit. То есть редактирование профиля. Нажимаем сохранить закрыть. Переходим на меню. Вот меню пользователя. Здесь появляется кнопка добавить модуль для этого меню. Мы кликаем на эту кнопку. То есть по идее это создается вот здесь в менеджере модулей. Но это быстрый доступ. Кликаем на эту кнопку. То есть это то же самое. Здесь например меню пользователя. Здесь уже от вашего шаблона зависит позиция где вы хотите вывести данное меню. В моем шаблоне слева это позиция 7. Опубликовано. И пока сохранить и закрыть. Страница обновляется. И здесь меняется кнопка на модуль. То есть мы можем перейти уже в сам модуль. Потом редактировать. Дальше на сайт идем. Обновляем страницу. Появилось дополнительное меню. Вы это видите меню пользователя. И это быстрый доступ. Мы переходим в меню пользователя. То есть это по идее не меню пользователя. Это профиль пользователя. Попадаем то есть также в профиль. То же самое как мы кликаем по аватарке. И редактировать профиль. Кликаем. Мы попадаем как бы в редактирование профиля. То же самое мы попадаем это вот отсюда. Только здесь много нажатий кнопки. А здесь это меню можно вывести. Чтобы это видно было везде. Таким образом вы можете ознакомиться. Значит посмотреть. Когда вы создаете здесь пункт меню. Что здесь есть еще. Тут видите много чего есть. Здесь уже можете поиграться. Посмотреть и что-то полезное вывести. То есть вообще можете все пункты меню вывести. Если они все вам нужны. Теперь смотрите. Мы переходим в модуль. Потому что вот эту информацию. Ее не нужно выводить всем пользователям вашего сайта. То есть которые просто только что зашли с интернета. Они по идее не должны вывести этот модуль. Давайте зайдем в этот модуль. И здесь выберем доступ. Вот здесь выбирается. Только для зарегистрированных пользователей. Сохранить закрыть. Смотрите. Сейчас модуль мы этот видим. Я нажимаю выход. И теперь этого модуля мы не видим. Соответственно пользователи также. Обычные точнее гости сайта. Они не увидят этот модуль. Вот и все в принципе что я хотел рассказать в этом уроке. Надеюсь для вас информация была полезна и понятна. Если это так поддержите меня пожалуйста лайком. И подпиской на канал. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse. Или с сайта на Joomla. Не важно. То сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней. Если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится. Служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok